Друзья, скоро Новый год, вы с родными и близкими сядете за праздничный стол, где, скорее всего, будут стоять алкогольные напитки. Согласитесь, в праздник можно расслабиться и позволить себе съесть или выпить чуточку больше. Но после застолья есть риск развития похмельного синдрома. Как предотвратить похмельный синдром и помочь себе, если он наступил, вы узнаете из этого видео. Меня зовут Стойка Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и вот уже более 10 лет занимаюсь диагностикой и лечением сердечно-сутистых заболеваний и веду этот прекрасный канал. Итак, топ-5 способов избавиться от похмелья. Первый способ — прием энтеросорбентов. Энтеросгель, полифипам или полиссорб. В просвете желудочно-хищечного тракта сорбент связывает и выводит из организма эндогены, экзогенные, токсические вещества различной природы, в том числе ацетальдегид. Принимать энтеросгель, к примеру, нужно по одной столовой ложке 3 раза в сутки до застолья, либо после. Второй способ — прием анальгетиков. Поможет справиться с головной болью. Такие анальгетики, как цитрамон, аспирин, мупрофен, кетопрофен и так далее. Третий способ — прием АЦЦ. Также может облегчить похмельный синдром. Дело в том, что ацетилцистеин способствует синтезу глутатиона, важного компонента антиокислительной системы и химической детоксикации организма. Данное вещество ускоряет переработку ацетальдегида в организме. Принимать АЦЦ по 600 мг 3 раза в сутки, можно накануне, в день выпивки, либо на следующий день. Четвертый способ — это прием янтарной кислоты. Янтарная кислота способствует выведению из организма токсических веществ. Устраняет токсическое воздействие ацетальдегида путем улучшения работы цикла Крепса. Принимать янтарную кислоту следует за 30-40 минут до и после выпивки по 200-400 мг. После чрезмерного употребления алкоголя может возникнуть боль, чувство покалывания, потеря чувствительности в верхних или нижних конечностях. Это симптомы дефицита витаминов группы В. Избавиться от данных симптомов вам поможет курсовой прием витаминов группы В. Например, бинфогамма, бирока. По одной таблетке 2 раза в день в течение 3 недель. Друзья, уверена, что-то из 5 пунктов вам обязательно поможет. И не забывайте, что алкоголь выводит и снижает уровень калия и магния в крови, что может спровоцировать развитие аритмии либо инфаркта. Поэтому употребляйте максимум 2-3 бокала шампанского или вина. Друзья, пусть Новый год будет лучше предыдущего. Желаю вам мирного неба над головой. Будьте счастливы и любимы. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Пока-пока.